Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск Лайф. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Какое внимание молодежной политики? Это наше будущее. Мы должны их направить. Здорово, что нам уделяется столько много внимания. Что из себя сегодня представляет профсоюзный комитет? В основном суды все на стороне работников. Поначалу было немного непривычно. У нас с 1 января уже будет работать новый трудовой кодекс. Самая привлекательная сторона профсоюза – это путевки в санаторий и в детский оздоровительный лагерь со скидкой. Я сама, честно говоря, отдыхала. Мне очень приятно работать в таком коллективе. В чем сила профсоюзная? В единстве. Мы вместе. Людмила Григорьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что из себя сегодня представляет профсоюзный комитет? Профсоюзный комитет – это профсоюзный орган, который избирается на собрания или на конференции и проводит работу в профсоюзной организации между собраниями или конференциями. Профсоюзный комитет избирается обычно на 5 лет. Работники профсоюзного комитета выполняют работы по защите правовых, социально-экономических прав граждан своих членов профсоюза перед нанимателем. Их задача – рассматривать вопросы об оказании материальной помощи. У нас на каждом предприятии имеется комиссия по трудовым спорам. И именно профсоюзные члены профсоюза имеют право выступать за интересы работника при возникновении трудовых и коллективных споров. Во-первых, каждый наш профсоюз имеет право и обязан согласовывать локальные правовые акты и по охране труда, и по труду. То есть профсоюзный комитет тоже осуществляет вот эту функцию на предприятии. Профсоюзный комитет рассматривает обращения граждан, оказывает помощь, если человек оказывается в сложной какой-то ситуации, даже не только связанную с трудовыми отношениями, а обыкновенными житейскими отношениями. У нас были даже случаи, что председатель профсоюзного комитета, когда человек видел, что находится в очень тяжелом психическом, психологическом состоянии, даже обратился в церковь к матушке. И сам человека водил, и чтобы матушка, то есть и в церковь, чтобы поговорили с человеком, оказали даже вот эту психологическую помощь. Часто по-человечески. Да, да. Профсоюзный комитет должен выслушать, должен быть энергичным, должен быть грамотным. И главное, чтобы он стоял на стороне наших граждан и защищал их законные права. Хорошо. Вот в этом и защищение заключается. Чаще всего, вот с какими конкретными вопросами обращаются в профсоюз? Есть такой топ, может быть, трех? В профсоюз вообще обращаются по очень многим вопросам. Все, что, как говорит, наболело у человека, с тем человек и идет в профсоюз. В первую очередь, это вопрос расторжения контрактов по инициативе нанимателя. На предприятиях у нас заключены коллективные договора. Коллективными договорами, очень многими, имеется такая защита вот именно трудовых прав, что если человек работает без привлечения к дисциплинарной ответственности, то есть он работает без каких-либо нареканий от нанимателя, то с человеком обязаны продлить контракт. У нас были и в этом году случаи, что наниматель уведомил работника по окончанию контракта, что с ним не продляются трудовые отношения. Вместе с тем он не учел тот факт, что в коллективном договоре прописан вот это законное право человека, что он имеет право на продление контракта. До суда, конечно, мы не дошли. Мы это решили в беседе с нанимателем. Вопрос был этот урегулирован, и человек продолжает работать. То есть очень много вопросов в профсоюзный комитет за материальной помощью. Ведь когда человеку плохо, тогда идут в профсоюз. Ну так всегда было. И по поводу происшедших несчастных случаев. То есть идут за помощью, за реальной помощью, даже какой-то моральной помощью. Поэтому лидер профсоюза и должен, например, первичной профсоюзной организации быть еще и психологом. Чтобы помочь человеку в трудную вот эту вот даже житейскую какую-то вот ситуацию. Хорошо. А каково быть лидером самой массовой общественной организации «Бабуиска»? А я вам хочу сказать, что очень сложно, очень ответственно. Здесь надо быть и юристом, и психологом. И знать и трудовой кодекс. Знать и вопросы охраны труда. Понимаете, защищать социальные, вот эти вот законные права работников. Надо и проконсультировать работника. Был он вот недавно, такой вот вопрос интересный. Человек уходил на пенсию не по возрасту, а в связи с вредностью. То есть у него были вредные условия труда на предприятии ранее. И он уходил на пять лет раньше. У него получились, конечно, там вопросы с нанимателем. Тоже мы решили все это в добровольном порядке. Человеку вернули деньги, которые там за какой-то период ему не доплатили. То есть урегулировали в добровольном порядке. То есть здесь надо даже пенсионное законодательство. Хотя касалось бы, ну, в общем-то, ну, все вопросы, что есть, все существует у человека, все это наше. Это жилищные проблемы, это вопросы часто очень распределения молодых специалистов. Вот мамы, сном мамы приходят и спрашивают, вот ребенок заканчивает, как, вот, куда распределиться, как распределиться, как перераспределиться. То есть вопросы такого плана, что, казалось бы, вот, например, последний этого пенсионного я тоже, честно говоря, не знала. Ну, пришлось и это осилить. Быть компетенцами во всех вопросах. Хорошо, а какие достижения последних лет считаете самыми значимыми? Ну, у нас, во-первых, мы члены нашего профсоюза, а все наши люди, это все наши, это все наши, участвовали и в обсуждении закона нашего самого главного закона каждого человека, это Конституции Республики Беларусь. Мы все обсуждали закон о Всебелорусском народном собрании. Что еще у нас? Вот в этом году изменения в Трудовой кодекс. Мы тоже все участвовали в этом, в этих, в рассмотре вот этих вот всех решений, которые хотелось бы, чтобы в Трудовом кодексе какие-то были изменения. С 1 января вот уже сейчас будет Трудовой кодекс Республики Беларусь с изменениями, уже введен, ну, в действие будет уже поэтому. Поэтому и здесь мы приняли какое-то свое участие. Очень много и в этом году тоже была аттестация рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. А наши профсоюзные лидеры столкнулись и с этим, защищали вот именно трудовые, законные права работников при аттестации рабочих мест. То есть у нас, что еще? В этом году, в ноябре месяце, мы провели, Федерация профсоюзов в городе Бобруйске провела акцию «Мы вместе за Беларусь». То есть у нас, мы где гуще событий, там и мы. Ну, так получается. Отлично. А какая работа ведется в части охраны труда? Ну, это одно из главных направлений, в том числе и работы профсоюзных организаций. Почему? Потому что здоровые и безопасные условия труда, здоровье человека — это самое главное, что есть вообще, ради чего мы вообще живем. Экономические какие-то, материальные блага — это все не то, если человек на предприятие пришел и получил травму, а не дай бог и жизнь человеческая. Ну, человек умер. Поэтому на профсоюзах тоже лежит определенная такая ответственность. Было заключено соглашение между Федерацией профсоюзов и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, в которой главной красной чертой было здоровое и безопасное условие труда, и производственный травматизм как можно более снизить и добиваться такая концепция идет нулевого травматизма. Профсоюзы осуществляют общественный контроль в соответствии с законодательством. И общественный контроль осуществляется непосредственно и на предприятиях, и в Федерации. У нас есть техническая инспекция в Федерации, технические инспектора по охране труда, которые осуществляют вот этот вот общественный контроль на предприятиях. Они приезжают с Минска, работала у нас в Бобруйске рейдовая группа. Общественный контроль осуществляют и Могилевские отраслевые профсоюзы, обком, ну, отраслевые профсоюзы Могилевского областного объединения профсоюзов. Они тоже осуществляют мониторинги, проверки в соответствии с требованиями законодательства об охране труда. В городе Бобруйске у нас председатель первичной профсоюзной организации любой является. По должности уже общественным инспектором и на крупных предприятиях, где численность, конечно, более 15 человек, избираются общественные инспектора, которые и осуществляют вот этот общественный контроль совместно с нанимателем, совместно с председателем профсоюзной организации, вот этот общественный контроль. По охране труда. Если общественный инспектор видит какие-то нарушения определенные, нанимателю имеют право наши рекомендации общественные инспектора выдавать, которые тоже должны выполняться, вот таким образом стараются на местах, ну, предотвратить вот этот вот травматизм, чтобы предотвратить несчастные случаи на производстве. Безопасность превыше всего. Да, это самая главная цель вообще даже, наверное, всего нашего и общества, и предприятия, и любого руководителя любого уровня. Поэтому это самое главное, это жизнь и здоровье людей. По большому счету, суть профсоюзов солидарности. Вместе сообща... Ну, это самое главное. Мы вместе, мы сила. Вместе сообща, да, мы можем решить любые проблемы. Как считаете, может ли сильный профсоюз повлиять на увеличение производительности труда? Ну, конечно. Если человек знает, что он работает, что он защищен социально, экономически, что у него есть какие-то гарантии, что есть, во-первых, коллективными договорами, если, не дай бог, может быть, я неправильно немножко скажу, если, не дай бог, что-то что-то случается, коллективными договорами, и соглашениями, и отраслевыми, и республиканскими предусмотрены гарантии уже, если семья, если, не дай бог, происходит несчастный случай, то семья защищена. То есть человек, когда более чувствует себя спокойнее, свободнее, естественно, производительность, ну, естественно, от этого зависит. Хорошо. Сколько сегодня в Абруйске первичек и какие вы могли бы выделить? Ну, 356 на сегодня у нас первичных профсоюзных организаций. У нас 4 горкома, городские комитеты. Это здравоохранение, культура, государственных и других учреждений и образование. Вот. И у нас в общей численности, если из работающих более 50 тысяч членов профсоюза, ну, я хочу сказать и положительное, что у нас еще плюс к этому 10 тысяч. Это наши студенты учебных заведений тоже являются членами профсоюза. И у нас входит в это 10 тысяч. Это пенсионеры, которые ушли на пенсию, на заслуженный отдых, но вместе с тем остались членами профсоюза своих организаций. И пользуются той же льготами, которые пользуются и членами профсоюза на предприятии. Хорошо. Вы сказали много молодежи. А какое внимание молодежной политике уделяется? Это одна из главных направлений нашей работы. Во все коллективные договора входит такой раздел «Социальная защита молодежи». Во все коллективные договора внесены определенные законные их права молодого специалиста. У нас на предприятиях где-то в общей сложности около 18-19% членов профсоюза – это наша молодежь. Поэтому и уделяется особое внимание. Это наше будущее. Мы должны их направить, и они должны работать так, как нам бы этого хотелось, или им бы этого хотелось. Врасти достойную смену. Да, да, конечно. Это самая главная цель для нас. Поэтому в каждом коллективном договоре, особенно для молодых специалистов, и жилье, и какие-то предусмотрены до 10 базовых, во многих коллективных договорах, и съем жилья помогает финансово. При приеме на работу, если молодой человек еще, ему обязательно наставничество. За каждым закрепляется наставник, который ему помогает адаптироваться. На каждом предприятии коллективными договорами предусмотрено, если человек выходит замуж, ему материальная помощь. Родил ребенка – материальная помощь. Очень у нас вовлекаются наши молодые люди. Во-первых, мы этого очень приветствуем во всю культурно-массовую работу, спортивные мероприятия. У нас столько всех спортивно-массовых мероприятий, и везде стараемся молодежь, и даже предусмотрено в коллективном договоре материальное стимулирование работников, молодых людей, которые активно занимают активную жизненную позицию, и которые активно участвуют в наших коллективах, в наших спортивных, культурных, массовых мероприятиях. Поэтому очень много снижается норма выработки молодым специалистам. Но пришел молодой специалист, естественно, у него нет еще ни навыков, ни той сноровки. То есть снижаются нормы выработки. На некоторых предприятиях это делается так. Год, например, 10% добавляется к контракту, первый год 50%, второй год меньше 20%, следующий там еще 10%. Таким образом, молодых специалистов стимулируют, чтобы они как-то адаптировались на этом предприятии, потому что закрепились на этом предприятии. Поэтому вот как-то молодежь – это наше будущее. Вкусная работа. Раньше экс-студентка торгово-экономического колледжа даже не подозревала, насколько аппетитным будет ее будущее. Екатерина Гусарова уже вовсю выпекает для горожан растяга и смаженки. Дружный коллектив и оборудованное рабочее место позволяют открыть для молодых поваров все прелести этой профессии. Закончил 11 классов. Было много выборов, куда поступить, но я поступил в Абрусский экономический торговый колледж. Мне эта профессия понравилась очень. Конструктор для взрослых Владимир Фомин нашел себя в ритме станков и приятного запаха дерева. Парень из Гомельской области сам решил выбрать местное учреждение образования в качестве своего жизненного трамплина и карьерного роста. Сейчас молодой специалист оттачивает свои профессиональные навыки и усердно трудится в мебельном цеху. Сюда попал после леса технического колледжа. Тучился там 2,7. Тучился на технико-технолога, а по распределению поступил на фондок. Коллектив хороший сам по себе, помогает очень сильно. Целилась и не промахнулась. Таких специалистов, как Дарья Шахова, сложно отыскать. Она с удовольствием занимается чертежами, замерами и обработкой данных на заводе КПД. Человек с удивительным энтузиазмом и кропотливостью верен своему делу. Учится и практикуется для того, чтобы совершенствоваться и приносить пользу обществу. Попала на завод с помощью отработки. Пришла по направлению. На данный момент я должна отработать два года. Училась в Бобруйске, в государственном колледже имени Айеларина. На специальности, по которой сейчас работаю. Технико-технолог деревообладающих производств. Встреча администрации города с молодыми специалистами – добрая традиция Бобруйска. Для тех, кто только начинает свой карьерный путь, диалог с Игорем Киселем – возможность затронуть важные темы, узнать о перспективах, услышать ценные советы. Участники таких круглых столов обсуждают жилищные вопросы, гарантии, компенсации, льготы, социально-правовую и экономическую защищенность. И всегда получают необходимую помощь. Муж тоже работник Таима. И мы сказали, что нам нужно жилье, так как молодая семья, я не бобруйчанка. И они нам предложили семейное общежитие. И как бы выделили все, мы уже переехали, все хорошо. Гостеприимно принимают будущее города и на Славянке. Здесь не только погружают в процесс производства, но и устраивают настоящий фэшн-показ. Юные швей для ровесников презентуют коллекции одежды, которые придумывают и создают самостоятельно. И это лишь малая часть культурной программы для молодых специалистов. Впечатлило масштаб. Масштаб того, что сколько здесь работает людей. И то, что каждый швее относится к своему кусочек работы. Кто-то шьет карманы, кто-то просто сшивает все воедино. Мне это раньше казалось чуть по-другому. Здорово, что нам уделяется столько много внимания. Нас водят по разным экскурсиям, по интересным предприятиям. Бобрусь – город, в котором хочется остаться. Учителя-близнецы из 27-й школы – настоящее тому подтверждение. Девушки уже пятый год в сфере образования и менять место работы не планируют. Прельщает все. И увлекательная профессия, и сплоченный коллектив, и возможность карьерного роста. Мне очень нравится здесь работать. Здесь отзывчивые коллеги. Конечно же, когда я сюда пришла первый раз в качестве молодого специалиста, было страшно. Но помощь коллег сыграла свою роль. Они мне везде подсказывали, помогали. И сейчас мне очень приятно работать в таком коллективе. Попали, конечно, изначально в разные школы. Я работала в 32-й. Татьяна работала изначально здесь. Ну вот, как я уже закончила сфотработку, два года прошли. Потом появилась возможность перейти сюда. В 27-ю школу, конечно, я не раздумывая пришла сюда. Во-первых, у меня сестра здесь. Это и поддержка какая-то, и в работе, в каких-то личных моментах всегда рядом. Сестры выбрали не только один город для жизни, школу, профессию, но даже и любимый предмет. Татьяна и Анна Малентович прививают любовь к русскому языку и литературе. Такие необычные педагоги привлекают внимание детей не только схожестью, но и интересной манерой подачи информации. На уроках скучно не бывает. Поначалу было немного непривычно, но так как мы, ну, я думаю, мой класс знает манеру подачи Татьяны Александровны, мы их сразу различали, вот. Ну и в целом это интересно. 27-я школа – одна из самых лучших школ, если вообще не самая лучшая в городе Бобруске, да, поэтому важно. Здесь тоже работа интересная такая. Интересно было поработать даже в военно-патриотических классах, так как в городе они… Это единственная школа, где есть такой класс. Полный соцпакет, перспективы карьерного роста и решения жилищных проблем. Именно такие гарантии получают молодые специалисты на первом рабочем месте. К слову, в Бобруске в этом году их полтысячи. От парней и девушек требуется лишь ответственность и энтузиазм, которые со стороны государства всегда щедро вознаграждаются. Когда человеку плохо, тогда идут в профсоюз. Ну, так всегда было. Какие достижения последних лет считаете самыми значимыми? Где гуще событий, там и мы. Каково быть лидером самой массовой общественной организации Бобруска? Здесь надо быть и юристом, и психологом. Может ли сильный профсоюз повлиять на увеличение производительности труда? На крупных предприятиях уже давно заказаны подарки. Безопасность превыше всего. Человеку выдается профсоюзный билет. Вот и все. И человек является нашим членом профсоюза. Что касается бесплатной правовой помощи, юридической, да? По каким вопросам можно обратиться в профсоюз? Вы знаете, что профсоюзная организация – это единственная общественная организация, которая на законных правах имеет право защищать человека и на предприятии, даже в комиссии по трудовым спорам, и даже в суде. Если у нас были случаи, что было заседание комиссии по трудовым спорам, ну, естественно, профсоюз в основном стоит за интересы работника, значит, если трудовой спор не был решен в пользу работника, работник обращался в суде. В этом случае профсоюз имеет право выступать в суде как адвокат. То есть это бесплатная юридическая помощь. И вы знаете, что в основном суды все на стороне работника, поэтому в основном суды выигрываются. Но мы стараемся не доходить до этого, конечно. Все вопросы в основном решаются в комиссиях по трудовым спорам, в личной беседе с руководителем. Ну, вот как-то решаем эти вопросы, стараемся так решить. А можете привести примеры, как профсоюз помогал работникам на местах? И несчастные случаи были, обращались. Человек обратился, то, что произошло, несчастный случай на производстве. Травма была не тяжелая, но были там определенные вопросы. Ну, обратился, помогли, решили вопросы, на работе оставили, акт формы Н1 составили. То есть человек, очень много вопросов по увольнению. Очень много вопросов привлечения к дисциплинарной ответственности у нас было. То есть привлечения к дисциплинарной ответственности, чтобы не обращаться в суд, тоже решали вопросы. И тоже очень много таких случаев. По окончанию контракта очень много людей обращается. Очень много, особенно не предпенсионного возраста, как положено по закону, а вот, например, человеку лет 5 до пенсии. Вы сами понимаете, что уже человек, ну, в 58 лет мужчина уже каким-то образом, ну, уже не то здоровье, что у 40-летнего или 30-летнего. И куда вот человеку идти? А наниматель имеет право с ним не продлить контракт. Там было даже и привлечение к дисциплинарной ответственности в одном моменте. Ну, человек понял, что он неправ был. И наниматель тоже пришел к тому выводу, что человек уже работал много лет, имеет определенные профессиональные навыки, и что он ему нужен до сих пор. Человек работает, слава богу, и никаких проблем нет. То есть вот, ну, оступился иногда. Может же человек оступиться, имеет право на ошибку. Все мы видим. Да, 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 человеческий фактор имеет место. У нас сейчас проводятся ежемесячно правовые приемы граждан. На предприятиях мы анонсируем и в интернет, и в газете в нашей. Мы проводим правовые приемы. Правовые приемы проводятся на предприятии. Во-первых, люди видят, висит объявление, что проводится правовый прием востока-то, востока-то. Проводится правовый прием совместно с прокуратурой, с представителем прокуратуры. Проводится прием правовым инспекторам, то есть инспекторам-юристам, которые, ну, юридические вопросы затрагиваются. И очень много людей обращаются именно за консультацией. После правового приема, вот в настоящее время у нас такое актуальное, это изменения в трудовой кодекс. Там же очень много изменений в трудовой кодекс. И у нас уже правовой инспектор, собираем аудиторию и проводим такое вот обучение или рассказываем людям, какие изменения, потому что там и по отпускам есть вопросы, и пенсионное же там затронулось, ну, пенсионное законодательство там, что теперь больничное, не пенсионное, а больничное. Вот. И вот эти все вопросы мы освещаем, чтобы люди ознакомились, знали, что у нас с 1 января уже будет работать новый трудовой кодекс Республики Беларусь. Без привлечений самая привлекательная сторона профсоюза это путевки в санаторий и в детский оздоровительный лагерь со скидкой. Насколько активно об обучении пользуются этим бонусом? Ну, вы знаете что, в этом году, вы знаете, я хочу отметить положительную динамику, если в прошлом году почему-то не хотят, не хотели, то в этом году у нас профбюджетом предусмотрено у нас 10%, чтобы люди, оздоровление происходило, чем правильно вы говорили. Если производительность труда вырастет, если человек отдохнул и действительно здоровье поправил и отдохнул, понимаете, у нас профсоюзные санатории, именно профсоюзные, имеет место скидка 25% членам профсоюза. Я сама, честно говоря, отдыхала, брала справку, что я являюсь членом профсоюза, вы приезжаете и сразу вам 25% наша санатория сразу делает минус стоимости. И также имеют право на эти льготы и дети. Например, мама едет с ребенком. Маме 25% и ребенку 25%. Уже смотришь 50%. Уже как-то все-таки. Ну и плюс к этому у нас коллективными договорами многими предусмотрено, когда человек приезжает, потом ему возмещают какую-то часть. У каждого отраслевого профсоюза единственное, что предусмотрено, ну, различные суммы, различные проценты этой скидки. И вы знаете, что очень много наших работников поехали в наш санаторий, остались очень довольны. И вот буквально на той неделе я так, ну, так человека, ну, захотела, чтобы человек отдохнул, я ему рекламу такую сделала. Он поехал с женой, приходит ко мне на той неделе. Ой, Григорьевна, и вы знаете, я не знал, что я буду делать. Ну, человек молодой, ну, как молодой, ну, мужчина такой молодой. Говорит, я не представляю, что я буду там делать. Ну, я так хорошо отдохну. Ну, то есть, понимаете, вот и едет, и отдыхают, и оздоравливаются. У нас же очень хорошее санаторие. Даже наш санаторий Ленина тоже наш санаторий. Так что в этом плане, конечно, людям стараемся. Люди получают какое-то оздоровление. С детскими путевками у нас тяжелее. Детские путевки мы, частично, профсоюз на себя берет какие-то доплаты. Детские, почему? У нас очень много детских санаториев. Если берут справку, едут в наши санатории, то, естественно, тоже та же самая скидка. И профсоюз какую-то материальную помощь оказывает. Тут тоже детские санатории у нас очень хорошие, очень пользуются спросом. Хорошо, а что нужно для того, чтобы вступить в профсоюз? Это только желание человека. Во-первых, это предусмотрено 41-й статьей нашего главного закона вообще в Республике Беларусь. Это Конституции. В Конституции предусмотрено право работника на защиту социально-экономических своих прав. В том числе и вступление в профсоюзную организацию. Это имеют право не только работники, но еще и студенты наших учебных заведений. Всех. Это нужно только прийти на свое предприятие, к своему профсоюзному лидеру, написать заявление о вступлении в профсоюз и написать заявление на имя директора об удержании заработной платы 1% на профсоюзную организацию. Потом заполняется личная карточка, и человеку выдается профсоюзный билет. Вот и все. И человек является нашим членом профсоюза. В феврале месяце у нас идет единый день голосования. Наши члены профсоюза, а я считаю, что вообще в профкомах наши самые, одни из лучших работников любого предприятия, они являются членами комиссии, избираться будут, и наблюдателями на профсоюзных собраниях будут избираться, наблюдатели на избирательные участки. Это тоже такая работа, которая предстоит, ответственная. Потом стартовала в ноябре месяце этого года, и будет продолжаться весь следующий год, у нас в Федерации профсоюза отчетно-выборная компания. То есть у нас будут перевыборы наших председателей, во всех первичных профсоюзных организациях, перевыборы председателей первичных профсоюзных организаций. И, конечно, это очень ответственное, будет такая вот тяжелая, надо будет все-таки провести везде отчетно-выборное собрание, избрать наиболее достойных. Будут избираться общественные инспектора на этих отчетно-выборных собраниях, пересматриваться перечни вот этих общественных инспекторов. Может, кто-то не хочет работать, уже устал. Может, кто-то... Есть люди, которые желают БОС больше такой... Рвением. Да, вот эти вот... Выполнять функции общественного инспектора будут пересматриваться наши профсоюзные лидеры, будут рассматриваться правкомы, переизбираться. То есть вот эта вот компания, которая уже заступила в ноябре вот этого года, это на целый год, поэтому это тоже такое мероприятие, которое мы будем проводить. Хорошо. Впереди Новый год. Будете ли участвовать в акциях? Ну, у нас всегда у профсоюза имеет место такая акция «Профсоюзы дети». Мы... Это самое приятное, что может быть. Наверное, это наши дети. И профсоюзы всегда участвовали в этой акции. На крупных предприятиях уже давно заказаны подарки деткам. Но это не самое. Самое главное то, что вот у нас и в Могилево будет елка профсоюзная. У нас едут наши дети на елку к дедушке Морозу в Минск. У нас в Беловежскую пущу будут... У нас оставили туристические, как говорится, поездки. Именно для детей в Беловежскую пущу очень много ездит. У нас очень много ездит в цирк деток, деток вот именно на новогодние вот эти вот представления. И в Минск, и в другие города. То есть, понимаете, это то, что мы должны для детей. Будет оказана материальная помощь профсоюзами, семьям, которые, ну, социально где-то не защищены. Где-то, может быть, многодетные семьи. Где-то, может, где мамы, воспитывающие одни ребенка. То есть, как-то будут смотреть, как помочь вот этим деткам. Отлично. Хорошо. Ну и как считаете, в чем сила профсоюзная? В единстве. Мы вместе, и мы сила. Вы знаете, это не только у профсоюза. Это всегда, везде и всюду. Если вместе, то сила. И всегда нужно знать, что если человеку плохо, то придет на помощь рядом член... Ну, даже не... Я же не могу даже сказать, что это член профсоюза. Просто человек. А это и есть профсоюз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!